Добрый день, коллеги! Я всех приветствую на вебинаре, который посвящен новому продукту от Microsoft Skype for Business Server 2015. Позвольте представиться, меня зовут Рутилья, я преподаватель в Центре компьютерного обучения специалист, также я являюсь руководителем в интеграторе Miaton и моя основная специализация такие продукты как Microsoft Exchange, Link и SharePoint. На текущий момент являюсь действующим MVP по такому продукту как Microsoft Exchange. Что же произошло? Microsoft выпустил новый продукт, называется Skype for Business Server 2015 и сразу породил десятки вопросов, что это за продукт, какое он отношение имеет к продукту Microsoft Link Server 2010 или 2013. Отдельная эта ветка или это обновление? Скажу сразу и однозначно, Skype for Business Server 2015 это продолжение такого продукта или линейки продуктов как Microsoft Link Server. Microsoft не пошла по пути изменения года в названии Microsoft Link Server 2013 не сделала 15 версию, а провела небольшой ребрендинг и переименовала Link в Skype for Business Server. Поэтому однозначно можно сказать, что Skype for Business Server это новая версия линка с измененным названием. Ну, естественно, дальше, видимо, продолжения будут идти уже Skype for Business Server 2018. Я уж не знаю, какие версии будут. Пошла Microsoft по пути ребрендинга и по пути изменения имени по причине того, что они хотят срастить два продукта, сделать максимальную интеграцию между скайпом и линком. Ну или, как уже сейчас, Skype for Business. Skype для обычных пользователей, Skype for Business, ну и, естественно, для организаций, для предприятий. Никаких революционных изменений в Skype for Business Server не произошло. Это тот же линк, но с новыми, ну, с новыми функциями. Каких-то серьезных архитектурных изменений также не произошло. Ну, то есть, просто новая версия плюс дополнительно поменяли имя. Хотя, конечно, путаницы они добавили, поскольку у людей в голове осело, что Skype — это такое вот клиентское приложение, где можно сообщение обмениваться, звонить, но никаким образом к корпоративному сегменту не имеет отношения. Skype for Business — это как раз вот для потребителей организаций, для предприятий. Так что смело в голове себе отметьте, что Skype for Business Server — это просто продолжение линка. Так теперь линк называется. Ну что ж, давайте с вами приступим и посмотрим, что же нового Microsoft преподнесла нам в Skype for Business Server. Началось все с того, что Microsoft нежданно-негаданно для большинства сотрудников и администраторов обновила клиентскую часть. Если предыдущая клиентская часть — это Microsoft Link 2013, который входил в комплект офиса 2013, к нему все привыкли, то в один прекрасный момент Microsoft через Windows Update распространила обновление с номером 288 99 23 — обновление для продукта Link. После установки этого обновления, линк, входящий в комплект офиса, обновляется на нового клиента, который называется Skype for Business. Что произошло? Произошло следующее. Через в день выхода и на следующий, через системы обновления, через тот же Vsus и через Windows Update, обновления прошли по клиентским компьютерам и утром люди, придя на работу, запуская линк, увидели новое клиентское приложение Skype for Business. Вопросов это, естественно, породило очень и очень много, что это такое и как мы теперь с этим будем работать. Но самое смешное заключалось в том, что после запуска, после нового интерфейса, клиентское предложение предлагало перезайти, то есть выйти и повторно зайти. И после того, как пользователи выходили и повторно заходили, их интерфейс возвращался на уже знакомый и привычный им линк, что и опять же породило еще больше вопросов. Значит, ситуация выглядит следующим образом. Во-первых, если вы хотите получить клиентское приложение Skype for Business, вот этот пакет обновлений на линк у вас должен стоять. Я сейчас говорю про клиентский линк. Это первое. Второе. Если вы хотите, чтобы у вас клиенты работали в новой версии приложения с новым интерфейсом, вам придется обновить линк-сервера, то есть линк-сервер 2013 и линк-сервер 2010. Для линк-сервера 2013 в 2014 году выходил кумулятивный пакет обновлений, то есть еще черт знает когда, практически год назад. После установки этого обновления на сервер в клиентской политике, которую можно получить через commandlet.getcs.clientpolicy, появлялся специальный параметр. Назывался он EnableSkypeUI, то есть включить юзер интерфейс Скайпа. Так вот, по умолчанию этот параметр выключен. И когда клиент линковский обновляется, заходит с новым интерфейсом, получает политику с линк-сервера, там выключить скайп-интерфейс по умолчанию стоит, перелогинивается и опять входит в старый интерфейс. То есть, кроме обновления на Microsoft Office, необходимо иметь кумулятивный пакет обновлений на линк-сервер и в клиентской политике перевести параметр EnableSkypeUI в значение True. Только после этого клиенты будут работать абсолютно нормально с новым интерфейсом. Хочу обратить ваше внимание, что серверную часть для того, чтобы клиентский Skype for Business работал, до Skype for Business Server обновлять необязательно. То есть, клиент может работать и с Link Server 2010, и с Link Server 2013. Если у вас есть сотрудники, которые использовали Link Basic, ту бесплатную версию, которую можно скачать через интернет с сайта Microsoft, вот ее обновление происходит точно так же. То же самое обновление на Link скачивается через Windows Update, точно так же он переключается абсолютно. То есть, разницы между полноценным клиентом и усеченной версией не существует. Первое, что бросается в глаза после запуска клиента Skype for Business, это схожесть с обычным Skype. Видно, что Microsoft проделали определенную работу на то, чтобы интерфейсы двух приложений были похожи, и у пользователя выстраивались четкие ассоциации связи между этими двумя, казалось бы, разными приложениями. Следующий момент. В процессе работы видны какие-то такие банальные новые функции типа предпросмотра вложений. То есть, если вам передают файл, вы его принимаете, можно посмотреть прямо из окна клиента обмена мгновенными сообщениями, что вам передали, какое изображение. Но это такие визуальные отличия. Microsoft анонсировала новую функцию. По-моему, она называется Call from Work. То есть, звонок с работой. Идеология этой функции заключается в том, что вы можете набрать телефонный номер со своего Skype for Business, а потом разговаривать с обычного телефона. То есть, если у вас в компании развернут Skype for Business сервер, если у вас есть классическая телефония и она интегрирована с сервером Skype for Business, можно поступить следующим образом. Вы открываете клиента, набираете номер, нажимаете звонок. После чего поднимаете трубку на своем городском или, давайте так, на классическом телефоне. Слышите гудки, как идет набор номера. После этого, если трубку на другом конце поднимут, у вас начнется разговор. То есть, весь профит от этого функционала в том, что набор номера вы будете осуществлять на клиенте Skype for Business. Соответственно, у клиента появилась опция, какой номер использовать для звонков. Я не думаю, что эта функция будет очень востребована в России, но, видимо, Microsoft под какого-то крупного клиента ее делала. Что еще по изменениям в клиенте? Их, на самом деле, изменений не так много. На мой взгляд, самое важное изменение и ожидаемое конечными пользователями – это поиск по Skype Directory. Если у вас Link 2013 был интегрирован с внешним миром и вы добавляли пользователей со Skype, то, наверное, могли обратить внимание, как сложно это было делать. То есть, нужно было указывать в определенном формате, входить нужно было под Skype ID обязательно клиенту, которого вы добавляете. Что сделали сейчас? Сейчас добавили отдельную закладку, называется Skype Directory. Вы можете абсолютно спокойно зайти, напечатать ID-шник Skype. Например, мой Илья МСТО мне сразу показывает Skype пользователей, которых я могу добавить в свой контакт-лист. Но это из приятного, поскольку народ уже привык, что с Link можно звонить в Skype, со Skype можно звонить в Link, то есть интеграция присутствует. Появились смайлики. Наверное, это обновление вызвало самый большой стёб в IT-кругах. Но вот смайлики теперь новые. Появилась возможность после каждого звонка оценивать качество звонка. Так называемый Rate My Call. Я чуть позже расскажу, куда эта информация будет попадать. Но вот этот фидбэк со стороны конечного пользователя о качестве связи, его теперь можно собирать. Но здесь хотелось бы подчеркнуть, что эта функция Rate My Call, она доступна только для тех, у кого Skype for Business сервер развернут внутри вашей компании, то есть собственные сервера. Если вы используете Office 365, то эта функция будет недоступна. Ну и опять же, некоторые изменения, связанные с панельками, которые позволяют при звонке указывать дополнительные цифры, дополнительные номера, то есть если вы дозваниваетесь в какое-то голосовое меню, разместили их более удобно. Не знаю, более удобно, менее удобно. Это жизнь как бы покажет. Вот, в принципе, на этом все изменения в клиентском приложении и есть. Самое вкусное, но это, наверное, Skype, Skype Directory все-таки. Поскольку Skype for Business сервер 2015 не принес каких-то серьезных архитектурных изменений, и тот новый функционал, который он несет, он небольшой, Microsoft предлагает несколько сценариев обновлений. Причем один из сценариев – это сценарий in-place upgrade. In-place upgrade может быть использован, если у вас стандартный пул линка. Ну, то есть такая средняя небольшая организация с единственным стандарт-пулом. Что вы можете сделать? Вы можете поставить себе реквизиты, поставить Topology Builder новый, обновить топологию и установить обновление поверх вашего стандартного пула. То есть идеология in-place upgrade в том, что железо остается то же самое, вы ничего не переустанавливаете, вы ставите поверх существующего линка обновление. И после обновления службы запускаются, и вы уже работаете в новом продукте, с новым интерфейсом, с новой админкой, с новыми дополнительными командлетами. Почему этот вариант называется offline? Потому что в процессе обновления линковские сервисы будут недоступны. Ну, то есть он службы останавливает, обновляет, после этого службы запускает. В сценарии, когда у вас либо enterprise pool, либо у вас несколько пулов, в сценарии disaster recovery, вот такой вариант offline, он не подойдет. Какие варианты могут быть? Допустим, у вас есть пул на базе, я не знаю, линка 2010-го. Вы поднимаете в этой же организации новый пул на базе Skype for Business Server 2015. И перемещаете пользователей со старого пула на новый. После чего сервера, там Link Server 2010, вы деинсталируете. Но такой вариант, он хоть и онлайн, да, поскольку перерывов в работе особых не будет. Старые сервера, они деинсталируются, это если они не нужны. Существует еще один, третий вариант. Если у вас два дата-центра, Link Server развернуты в разных дата-центрах, часть пользователей в одном работает в дата-центре, часть в другом. Мы можем переместить всех пользователей в один дата-центр, выполнить процедуру обновления в первом дата-центре, там где пользователи сейчас не находятся. Перекинуть пользователей обратно, обновить уже поверх второй пул, который во втором дата-центре находится. И после того, как оба пула будут у вас обновлены, распределить пользователей 50 на 50. Если все пользователи, которые в Москве работают, на московский пул, все пользователи, которые в Коломне, на коломенский пул. Обращаю ваше внимание, что поддерживается вариант перехода с Link Server 2010 на Skype for Business Server. Поддерживается вариант перехода с Link Server 2013, но не поддерживается вариант, когда у вас в организации и Link Server 2010, и Link Server 2013 стоят одновременно. То есть нужно будет прийти к какой-то одной версии, ну естественно в данном случае 2013, а потом уже мигрироваться на Skype for Business Server. То есть еще раз резюмирую, если у вас один единственный Link Server, то процедура обновления достаточно простая, путем установки обновления поверх существующего сервера. Следующая функция предназначена исключительно для системных администраторов и должна слегка упростить им жизнь в процессе обновления Skype for Business Server. То есть, если вы планируете установить, допустим, кумулятивный пакет обновлений на ваш Skype for Business Server, то можете воспользоваться командлетами Invoke CS Computer Fileover. Эти командлеты начинают играть роль, когда у вас Enterprise Pool. То есть, когда у вас несколько серверов и пользователи балансируются между этими серверами. Естественно, и процесс обновления будет поочередным. Вам нужно обновить один сервер, потом второй, потом третий, потом четвертый. Так вот, что делает эта функция? Вы указываете командлет Invoke CS Computer Fileover с параметром конкретного сервера в вашем пуле. После чего идет процедура остановки служб на этом сервере и все клиенты, которые были к нему подключены, они переподключаются на другие сервера в пуле. И когда выполните этот командлет, можно будет посмотреть, что он действительно готов к обновлению, что нет подключений. Вы запускаете сам файл с обновлениями, так называемый Update Installer. И когда все обновления будут установлены, вы берете командлет Invoke CS Computer Fileback, то есть обратно. После чего все службы запускаются и пользователи опять же могут подключаться к этому серверу. И переходите на второй фронт-энд в вашем Enterprise пуле. То же самое делаете Invoke CS Computer Fileover. Там службы останавливаются, его обновляете, потом обратно делаете Fileback, пользователи подключаются. Ну и так далее, пока не обновите все сервера в вашем Enterprise пуле. Вот такая процедура патчинга или установки кумулятивных пакетов обновлений. Следующие изменения также связаны с появлением нового командлета. Называется он Start CS Pool. Что делает этот командлет? Этот командлет добивается того, чтобы все службы на ваших фронт-эндах в Enterprise пуле были запущены. Ну и кто с линком работал, наверное, замечали, что при запуске сервера службы запускаются с определенным таймаутом. То есть на полный запуск вашего пула нужно определенное время, несколько минут, 5-6 может пройти. Что делает этот командлет? Вы указываете Start CS Pool, указываете FQDN вашего Enterprise пула. Он проходится по всем фронт-эндам, которые входят в этот пул и запускает сервисы. Просто командлет, который упрощает жизнь при перезагрузке Enterprise пула. В отличие от командлета Start CS Windows Service, который запускал службы линка, этот командлет проходится по всем серверам в пуле. А Start CS Windows Service запускает только на конкретном сервере. По изменениям высокой доступности появилась поддержка Always On. Microsoft довольно долго обещал поддержку Always On в линк-сервере, но этого не случилось. Так вот, теперь Always On поддерживается. И самое главное, что Microsoft заявила, это то, что SQL Mirroring в будущем будет убираться. То есть пока, если мы говорим о Skype for Business Server, поддерживается и Always On, и Mirroring, и Кластеринг. Естественно, без кластеров SQL сервера. Но в будущем они говорят, что Mirroring будет убран. Поэтому, если вы будете поднимать новые Enterprise пулы, то, естественно, следует использовать SQL Always On, чтобы впоследствии эти пулы было проще поддерживать. Ну и, естественно, поддерживаются два SQL сервера – это 2012 Service Pack 1 и 2014. Это если мы говорим об Always On. Если у вас зеркалирование или кластера, то там самая старая версия, которую можно использовать – это SQL 2008 R2 со вторым пакетом обновлений. Ну, хорошо. Следующее изменение связано с появлением новой роли Skype for Business Server. Называется это роль Video Interoperability Server. Сразу скажу, что WIS устанавливается только на отдельный сервер, либо на отдельную виртуальную машину. То есть совмещать Video Interoperability Server с существующим фронт-эндом, со стандартом, с Enterprise нельзя. Данный сервер поддерживает коммуникацию с другими системами видеосвязи. Если в компании уже используется, например, видеосвязь CISCO, видеосвязь AWAYA, может быть, еще какие-то продукты, то если кто-то, кто интересовался этим вопросом, наверное, заметили, что для спаривания их с линком необходимо было покупать специальное оборудование, которое стоит десятки тысяч долларов. Video Interoperability Server предназначен для соединения с другими системами видеосвязи. Причем поддерживается топология 1N. Что это значит? Это значит, что один сервер может быть связан с любым количеством этих систем видеосвязи. Но система видеосвязи может быть связана только с одним WIS сервером. С одной стороны, как бы здорово, да, эта экономия на оборудовании колоссальная, потому что реально эти устройства очень дорогие для стыковки двух систем видеосвязи. Но, с другой стороны, пока Video Interoperability Server не решит всех проблем, поскольку поддерживается только Cisco Unified Communication Manager и поддерживаются только определенные модели оборудования. Вы их сейчас можете видеть на экране. Поэтому, если у вас какая-нибудь система на Hawaii, то, естественно, вы не сможете ее интегрировать без дополнительного оборудования. Это, скорее всего, роль на перспективу, чтобы в будущем можно было расширять функционал, но и сэкономить при любых проектах по интеграции. Следующий функционал называется Call Quality Dashboard. Это даже не функция, это способ просматривать информацию, статистическую информацию, которую Link или Skype for Business Server умеет собирать. То есть это специальный дашборд. Идеология заключается в том, что вы получаете доступ к CDR информации и информации о качестве звонков через специальные кубы. То есть создается специальная архивная база данных резервная, в которой выгружается информация о качестве звонков. И, соответственно, через кубы Microsoft вы можете получать доступ и анализировать информацию через специальный портал. Для тех, кто аналитикой увлекается и смотрит информацию статистическую по Link, это будет, пожалуй, полезно. По поводу лицензирования. Особых изменений в продукте не произошло. То есть по-прежнему каждый фронт-энд сервер требует серверную лицензию. Неважно, разворачиваете вы стандарт либо Enterprise. Вот сколько у вас фронт-энд сервером, столько серверных лицензий вам будет необходимо купить. Естественно, если вы ставите, например, Edge или выносите Mediation отдельно, что тоже может быть, эти роли дополнительных серверных лицензий не требуют. То есть неважно, какую вы топологию по размерам построите, серверные лицензии покупаются только для фронт-энда. По-прежнему для каждого пользователя либо устройства требуется стандартная клиентская лицензия. Вот здесь подчеркиваю именно пользователя или устройства, потому что если вы покупаете телефон под Link Server, все равно клиентская лицензия для него должна быть. По-прежнему у нас есть Enterprise клиентские лицензии и Enterprise Plus, так называемые. То есть если вы будете использовать конференции и Desktop Sharing, нужна Enterprise клиентская лицензия. Если вы будете интегрироваться с телефоней, то есть с АТС, допустим, использовать функции Call Management, то в таком случае вам еще дополнительно нужна будет клиентская лицензия Enterprise Plus. При этом все лицензии являются, давайте так, лицензии Enterprise и Enterprise Plus являются дополнительными. То есть вы не можете купить Enterprise Plus, при этом не покупая стандарт или Enterprise. То есть для всех обязательно стандарт Call, потом для тех, кто использует конференции Enterprise Call, для тех, кто интегрирован с телефонией Enterprise Plus Call. Поэтому для тех людей, которые используют абсолютно весь функционал, покупается три лицензии. Те, у кого действующая софтвера Assurance, вы можете абсолютно спокойно обновляться. Это не проблема. Ну и поскольку клиент Skype for Business включен в Microsoft Office Professional Plus, то стандартная лицензия идет вместе с ним. Или если вы планируете использовать клиента, то клиентская лицензия нужна для использования клиента Skype for Business. Вот такие вот изменения. То есть, резюмируя, могу сказать, что каких-то кардинальных изменений в Skype for Business Server не произошло. Появились отдельные функции. Командлеты, облегчающие жизнь. Способ посмотреть информацию по аналитике. Появилась роль with. Пис. Но, если сказать честно, Skype for Business Server – это тот же самый Link Server 2013. Потому что, когда выходил Link Server 2013, о списке изменений можно было говорить долго и интересно. К сожалению, говорить сейчас о Skype for Business Server в том же ключе мы не можем. Поскольку это больше ребрендинг. Поменяли интерфейс, добавили чуть-чуть командлетов. Иногда кумулятивные пакеты обновлений приносят больше изменений, чем последние версии Microsoft. Но, в любом случае, будем надеяться, что продукт действительно окажется качественным. И в ближайшие 2-3 года мы будем его благополучно использовать, не сталкиваясь с особыми хлопотами. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...